Субтитры сделал DimaTorzok Рынок довольно быстро возобновил прежнюю траекторию снижения и снова приблизился к психологической поддержке 3000. Об этом сообщает издание iHODL. Участники рынка продолжают анализировать новостной фонд, который, как и ранее, больше располагает сохранению нисходящей динамики. В центре внимания трейдеров остаются комментарии американских официальных лиц, в частности глава комиссии по ценным бумагам и биржам SEC США Генри Генцлер в интервью с CNBC уклонился от ответа на вопрос о том, является ли эфириум ценной бумагой, заявив, что комиссия не дает публичных юридических консультаций. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аирдропы, вайт-листы новых проектов и новости из мира криптовалют. А теперь вернемся к теме. Также он подтвердил необходимость создания юридических механизмов, позволяющих инвесторам получать всю необходимую информацию от криптовалютных компаний перед вложением средств. Напомним, что SEC по-прежнему остается в процессе судебного разбирательства с Ripple, стараясь доказать, что токен XRP является ценной бумагой, а руководство компании при его создании нарушило соответствующее американское законодательство. Дополнительное давление на эфириум оказало ужесточение регулирования криптовалютной индустрии в Сингапуре. В начале этой недели денежно-кредитное управление страны запретило рекламу цифровых активов, а также установку криптоматов. Чиновники объяснили свое решение желанием усложнить доступ к токенам, чтобы воспрепятствовать необдуманной торговле ими и тем самым защитить граждан. Под действие новых правил попадают все фирмы, работающие с цифровыми активами, в том числе банки, платежные сервисы и биржи. Напомним, что Сингапур – одна из ведущих стран по степени принятия населения эфириум. Еще одним негативным фактором для всей криптовалютной сферы остается перспектива ужесточения денежно-кредитной политики в США. По итогам декабрьского заседания ФРС ускорило темп сокращения программы количественного смягчения с целью полностью завершить ее в марте. Это решение было обусловлено потребляемостью регулятора начать более активную борьбу с высокой инфляцией, которая в декабре в США достигла 7% максимального уровня за последние 40 лет. Согласно прогнозам, первое повышение ключевой процентной ставки в США ожидается в марте. Если ожидания оправдаются, американскую валюту ждет весьма результативный год, что также поддержит рост доходности американских трежерис. В таких условиях рисковым активам придется держать оборону, противостоя снижению инвесторского интереса и связанному с этим оттоку средств. Разумеется, криптовалютные активы также не станут исключением. Учитывая сказанное, рекомендуем шорить эфир USD с целью 2000 долларов. При этом эфириум остается одной из самых влиятельных криптовалют. Инвестиционный директор Pantara Capital Джои Круг считает, что положению эфириума ничего не угрожает и через 10 лет более половины мировых финансовых операций будут осуществляться на эфире. Во время интервью изданию Bloomberg Джои Круг подчеркнул, что соперникам эфира не удастся сбросить вторую криптовалюту с пьедестала. Наоборот, проект Виталика Бутерина продолжит быстро развиваться и привлекать финансовые компании и со временем станет важным участником мировой финансовой системы. Через 10 и 20 лет значительная часть финансовых транзакций, а может быть даже половина, каким-либо образом будет использовать эфириум, сказал Круг. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.